С докладом «Внутренняя система оценки качества образования как механизм повышения качества дополнительного образования» к микрофону приглашается директор Дворца творчества детей и молодежи Сапожникова Татьяна Викторовна. Уважаемые коллеги, вопрос внутренней системы оценки качества для нашего учреждения не нов. Мы с этим опытом уже выступали на августовской конференции областного уровня, на методических секциях городского уровня. Являемся экспериментальной площадкой Центра оценки качества образования и ЧИПКРО. И тем не менее у нас проблем крайне-крайне много. Оценка качества образования в сфере дополнительного образования представляется крайне сложным процессом. В силу того, что у вас у дошкольников и школьников есть образовательный стандарт, а у нас его нет. И тем не менее проводить оценку качества образовательного необходимо. Я хочу сказать о том, что оценка качества образования организации доп. образования складывается, как у всех, из внешней оценки, внутренней оценки и независимой оценки. Их содержание вы сейчас видите на экране, и оно абсолютно ничем не отличается от оценки качества, от модели оценки качества в учреждении общего и дополнительного образования. Однако результаты оценивания качества образования на всех уровнях способствуют повышению качества образования и укреплению конкурентноспособности и имиджа учреждения. Кому-то, может быть, кажется, что слишком много дворца на экранных телевизорах наших местных каналов и на страницах газет. Но, поверьте, это делается для того, что мы-то участвуем на рынке образовательных условок и боремся за каждого своего потребителя, обучающегося. Выстроить организационную систему управления качеством образования процесса в учреждении доп. образования, разработать модель внутренней системы оценки качества является крайне сложной задачей. Для этого надо принимать очень умные, взвешенные и управленческие шаги и принимать решения. В нашем учреждении разработана модель внутренней оценки качества. Актуальность разработки ее прежде всего обусловлена состоянием государственной политики в сфере образования и, в частности, дополнительного образования. Я хотела бы сказать о том, что построение в СОКО дворец творчества детей и молодежи обеспечивает встраивание в общероссийскую модель. И прежде всего и модель региональную, и муниципальную. И говорить, что мы в настолько своеобразной и уникальной не приходится, поскольку мы должны выполнять муниципальную, региональную и федеральную образовательную политику. К тому же я хотела сказать, что внутренняя система оценки качества во дворце разрабатывается, конечно, в соответствии с федеральным законом об образовании в Российской Федерации, на основании которого компетенция образовательного учреждения относится обеспечение функционирования внутренней системы оценки качества, а также локальные акты обеспечивают нормативно-правовое основание реализации системы внутренней системы оценки качества в соответствии со всеми нормативными документами. Целью формирования внутренней оценки качества образования является создание единой системы диагностики и контроля образовательного процесса во дворце и результатов образовательной деятельности для осуществления оценки и прогнозирования тенденций изменения качества доп. образования. Я бы хотела остановиться о том, что модель внутренней системы оценки качества, ее вы сейчас видите на экране, она сформирована с учетом специфики нашей образовательной организации и в то же время отражает общие тенденции дополнительного образования. Хотелось бы, конечно, охарактеризовать каждый из объектов, но тем не менее я хочу сказать лишь о том, что вот если говорить об оценке дополнительных общеобразовательных программ, которые реализуются в нашем учреждении, то они все своеобразны. У нас есть такое право иметь авторские модифицированные программы, а не только те, которые являются стандартом. И результат их, это естественно и итоговая, и промежуточная аттестация, что для всех для нас абсолютно не ново. Мы все гонимся сегодня за результатом, все говорим сегодня о том, что учреждению нужны показатели всероссийского, областного, регионального, международного уровня, то, что мы говорим о количественных показателях. Но, друзья мои, ребенок-то этого совершенно не представляет. Да, приятно принести медаль, приятно принести грамоту, давай, да, быть самим над собой выше. Но главное-то, что он получает навыки социализации, что он является конкурентно способным. Если говорить об оценке условий, то здесь для руководителей, вот здесь наше поле деятельности, чтобы учреждение было конкурентно способным с рядом стоящим учреждением такого же профиля, чтобы здесь были современные условия, которые отвечают и антитеррористическим, и санитарно-гигиеническим, и противопожарным требованиям, современное материально-техническое обеспечение, все то, что называется современной начинкой образования. Конечно, в этом проявляется наше своеобразие. У кого условия лучше, кто из нас сегодня привлекательный, у кого финансов больше, у кого кадры более квалифицированы. И вот мы в этом соперничестве по условиям прежде всего стараемся для того, чтобы нам укомплектоваться. И здесь не обязательно, я говорю об учреждении доп. образования, и о дошкольнике, и общее. Мы все с вами заинтересованы в том, чтобы к нам пришло как можно больше обучающихся, а это следствие подушевого финансирования. Это бюджетное финансирование. Но, тем не менее, я хотела бы сказать о том, что вот мы в прошлом году, нам так повезло, что повезло и в прямом, и в переносном смысле могу сказать, что у нас была внешняя оценка со стороны ЧИПКРО, у нас проходило анкетирование, 85% обучающихся и 70% родителей проводился независимая оценка мнения о качестве образовательных услуг. Мы прошли достойно эту оценку, но мы все переживаем, как же нас оценивают родители, как нас оценивают педагоги свои, как оценивают дети, и, наконец, как нас оценивает муниципальная власть, и как мы выглядим в муниципальной системе оценки качества. Я хотела бы сказать о том, что, прежде всего, мы много говорим сегодня, говорим об инструментах, механизмах, подходах и так далее. Все, что касается некоторым образом управленческой сферы. Но все-таки давайте мы в центр внимания поставим нашего ребенка. Вот сегодня мы об этом мало говорим, но, тем не менее, во-первых, фиксация вот этих результатов, личностных достижений, как это сейчас принято, вплоть до ИГ, это все личностные результаты, прежде всего у кого-то и нет таких возможностей, для него подвиг просто быть перед людьми. У другого ребенка есть эти возможности, но нет этого желания быть первым среди своих равных. И в-четвертых, конечно, для нас главное, чтобы ребенок нашел себя, чтобы он усвоил эту образовательную программу, хотя и у нас есть учебные умения, навыки, за которые мы несем ответственность, но, тем не менее, чтобы ребенок к нам пришел и освоил эту образовательную программу до конца. Я все время говорю о том, что у нас, да, пятилетний срок обучения, но у ребенка-то складывается детство дошкольное и школьное на несколько этапов, и поэтому очень хочется, чтобы к нам ребенок в три года пришел, а ушел в 17 лет, как он окончит школу. Следовательно, за весь период его взросления мы должны ему предоставить несколько образовательных программ и несколько услов, где бы он мог себя увидеть и попробовать, и самое главное, получить это удовлетворение. Я хотела бы сказать сегодня еще и о том, что формой подведения и презентации итогов деятельности Дворца творчества детей и молодежи является традиционный конкурс «Достижение волна успеха». Очень многие из вас уже были гостями нашего этого праздника. Что в нем заложено? Это прежде всего те номинации, участие в которых определяется по результатам оценки качества. Это разные номинации. Это начинающий кружковец, это ребенок-лидер, это коллектив, это педагог, это родители, это социальные партнеры. То есть это все те участники образовательного процесса. И есть принцип, либо самовыдвижение, что я хочу быть признанным в этом году, либо это выдвижение коллективом. И разработаны критерии оценки буквально по каждой номинации. Но все это, конечно, в основе организации самого образовательного процесса и реализации дополнительных общеобразовательных программ. Благодаря внедрению внутренней системы оценки качества образования, устойчивой, целенаправленной работы, педагогический коллектив все время стремится к повышению качества образования обучающихся и повышению рейтинга учреждения буквально на всех уровнях. В 2016 году Дворец творчества детей и молодежи был удостоен звания лидер образования. И это, безусловно, несет огромнейшую ответственность у всего педагогического коллектива, чтобы соответствовать этому названию лидер. Но легко ли быть лидером и всегда оставаться лидером? Ведь у всякой организации есть свои этапы развития. И быть на высоте всегда, это крайне сложно, поскольку есть цикличность развития организации. Неминуемо должен когда-то начаться спад, и потом это должно быть новой точкой для отправления наверх и достижения высших результатов. В этом учебном году Дворец творчества детей и молодежи принял участие в региональном конкурсе модели оценки качества образования. И мы стали победителями этого конкурса. Опередив все именитые учреждения дополнительного образования области. Конечно, мы теперь попали в число, где конкуренты наши. Магнитогорский дворец творчества, дворец пионеров и школьников имени Крупской, Озерский. Это накладывает дворец творчества, это накладывает очень большую ответственность. В мае месяце мы принимали на стажировочную площадку руководителей образовательных организаций доп. образования области. Надо сказать, видимо, успешно, поскольку в сентябре к нам приезжают еще 90 человек, руководители учреждения доп. образования за опытом по организации внутренней системы оценки качества и управления образовательной организацией. Я хочу сказать о том, что мы стараемся участвовать во всех буквально конкурсах областного и всероссийского уровня. И в этом году принимали участие в открытом публичном конкурсе образовательных организаций доп. образования и стали тоже победителями. И 10 октября в Москве состоится награждение, куда мы приглашены. И тем не менее, подводя итог всему сказанному, я бы хотела сказать о том, что для нас все-таки главное – это ребенок, и это процесс, в который он вовлечен. И без научного сопровождения это крайне-крайне сделать сложно. Поэтому мы работаем и с Челябинским институтом повышения квалификации, у нас чудесная кафедра дополнительного образования и воспитания, и региональным центром оценки качества образования. Мы являемся экспериментальной площадкой и у одного и другого учреждения. В заключение я хотела бы сказать о том, что внутренняя система оценки качества – это не догма, это совершенно развивающаяся система и конкурентноспособности, и соответствие всем современным требованиям, которые существуют и в науке, и в науке управления прежде всего. Я напомню слова, что самая главная и самая сложная наука – это наука управления, это именно та наука, которую мы с вами, уважаемые руководители, осваиваем и должны знать ее в совершенстве. Я хотела сказать о том, что внутренняя система оценки качества является очень долгосрочной программой, так как содержание модели может оставаться практически неизменным на протяжении нескольких лет, и в то же время может меняться кардинально и молниеносно. Все это зависит от уровня понимания тех проблем, которые мы с вами решаем, те проблемы, которые нам выдвигает общество. А мы прежде всего должны сформировать вот того выпускника учреждения, неважно, дошкольного, общего или дополнительного образования, чтобы это был прежде всего гражданин нашего общества, и законопослушный, и конкурентноспособный, и социализированный. Да, мы не увидим этого результата молниеносно, но за судьбой своих выпускников следим, радуемся их успехам, хотя они считают это своим личным результатом, а мы считаем, что это и наш результат тоже, и результат семьи, в которой ребенок воспитывался. Крайне говорить о сегодняшнем результате и качестве на сегодняшний момент. Это долгосрочная программа, но мы ее должны постоянно совершенствовать. Уважаемые друзья, я сегодня не могу не воспользоваться возможностью выразить вам всем слова благодарности, поскольку 17 августа на Южно-Уральском собрании педагогических работников Дворец творчества детей и молодежи был удостоен звания награды, величайшей награды, на мой взгляд, которая существует третий год всего за заслуги в образовании Челябинской области. Наш коллектив говорит свои слова благодарности и Министерству образования и науки, которые так высоко нас оценили, администрации Копеевского городского округа, собранию депутатов, управлению образованием, поскольку Дворец, как никто иной, чувствует заплату и законодательной, и исполнительной ветвей власти, и регионального уровня, и муниципального уровня. Я хотела сказать слова благодарности и уважаемые коллеги и руководители за то сотрудничество, которое осуществляется Дворцом со всеми образовательными организациями нашего города. Да, мы живем в этом историческом здании, которое является архитектурным памятником сталинской эпохи, но мы живем инновационной деятельностью, мы живем совершенно современными условиями образовательного процесса для наших обучающихся. Всем огромное спасибо за сотрудничество, за внимание к нам. Многие тысячи детей, выпускников, вспоминают Дворец как место, где это было их счастливое детство. И надеемся, что это место счастья, детского счастья, мы будем оставаться еще долго и долго. Всем счастья, успехов, с наступающим новым учебным годом! Аплодисменты!